Всем привет, с вами Галактики и мы продолжаем играть в Skyrim. Как вы видите, у меня уже дома небольшие изменения произошли. Я построил все три пристройки, то есть достроил вот эту вот последнюю третью, которая не была еще в прошлой серии. Переработал и купил еще много руды и разного хлама. Заказал у Фэндала, который, я не знаю, куда он ночью девается. Он, наверное, по ночам, пока у меня нет кровати, куда-то сваливает. Вот, но заказал у Фэндала извозчика теперь у меня. Ну, куда едем? Есть свой собственный извозчик, и я могу себе быстренько и спокойно отправляться из дома в любые города центральные, что очень удобно, в принципе, да. Также у Фэндала попробовал, как можно покупать ресурсы, то есть у него можно заказать дерево. То есть не заказать, а просто сразу же купить моментом дерево, купить глину и купить карьерный камень. Ну, в принципе, глина и карьерный камень добываются прямо здесь, и смысл в покупке этого я как бы не нахожу. А вот с деревом как-то странно. На самом деле, на самом деле, по идее, я должен получать вот из вот этих вот деревьев, да, я должен получать доски, ну, которыми как раз я, ну, из которых я строю, как раз уже разрубленные. Но почему-то, ну, как-то не канает. Ну, ладно, это не столь важно. Давайте мы сейчас зайдем домой, посмотрим. О, Фэндал, ты здесь. Он, кстати, пропил, видимо, куда-то свою броню. У него была хорошая такая броня, но уже ее нету. Так, хорошо. Я очень за тебя рад. В принципе, давайте я покажу. То есть можно... Можно с его помощью даже улучшить полностью любую комнату в доме за определенную плату, конечно же. Вот, допустим... А, нет-нет-нет, можно купить Барда здесь, лошадь, корову, курицу, но коровы... Хотя, давайте мы заведем и коров, и куриц. А, можно еще курицу купить? Я присмотрю тебе хорошую корову. Ну, я, короче, не знаю, посмотрим, как это все сейчас будет, и будет ли какой-то смысл от коров и куриц. Так, купить строительный материал, это то, что я как раз говорил. Лес, камень, глина, но это... Очень хорошо. Совершенно бесполезно. Так, ты... Ну, разве что, да, лес у него покупать, а так все остальное не нужно. Так, стрелять. Мне бы хотелось купить обстановку для дома. Вот сразу... Я покажу тебе то, что знаю. Блин. Мне бы хотелось купить обстановку для дома. То есть, здесь можно сразу... Неизвестно, сколько золота. Наверное, очень много, что цифра не вылезла в этот самый. За определенную сумму, да, улучшить ту или иную комнату. Как я понимаю, полностью улучшает он. Очень хорошо. Да, но мне кажется, это не особо тоже интересно. Материалы, стекло, солонус, все. В принципе, больше у него ничего интересного нет. Это не особо интересно, потому что, в принципе, все это дело можно улучшить самому. Из найденных материалов. Мне кажется, так будет дешевле и выгодней немного. Вот, давайте я для начала поставлю здесь... Я уже собрал необходимые материалы. Я не на запись поиграл, левел даже поднял. Насобирал материалы, полазил, попокупал, попродавал, покачал алхимию. Ну, занял это у меня на самом деле даже больше, чем целую серию. Порядка минут сорока. Я просто занимался всякой ерундой, но, конечно же, выкладывать это я не стал. Так. И купил камень-душ пятого уровня за 1200 монеток. Довольно дорого, но зато у меня теперь есть пентаграмма-душ дома. Дома. Так, жаровни. Два слитка железа. Я не знаю. Давайте поставим жаровни здесь. Ой, светло сразу стало. Так, стул, полки, распиленное бревно, гвозди. Ну, не знаю. Давайте поставим навесную полку, допустим. Кстати, вот манекен для брони я хотел тоже поставить. Давайте мы... Для него нужен карьерный камень, бревна и гвозди. В принципе, ничего особо такого интересного и дорогого как бы не тратим. Так. Вот эти штуки, в принципе, мне пока особо не надо. Витрина, интересно. Контейнеры, буфет, сундук, тумбочка. Ну, такое дело. Давайте посмотрим, как теперь все это выглядит. И, как я понял, все это, да, на втором этаже у нас установилось. Ага, да. Вот так вот это выглядит. Пентаграмма душ. Здесь можно камни душ складывать, как я понимаю. Да, ну, как-то так будем сложить. Ну, не знаю, зачем это, но, видимо, можно. Так, манекен. Как мы можем... Что мы с манекеном можем сделать, как одеть его... Кстати, я украл у Аркадии, в котелке Аркадии, если Аркадия, по-моему, зовут ее, в Вайтране у Алхимика, украл амулетик. Амулетик ожерелья молодого купца, который делает цены выгоднее на 12%. У меня был такой амулетик, ну, подобный, который делал цены мне на 10% выгоднее. Этот на 12%. То есть это немножко лучше. Я его сразу одел даже и... Ну, потому что я покупал вот этот вот камень душ пятого уровня. И он был очень дорогим. Так. Ну, мне даже... Нечего, как бы, повесить сюда. Ну, ладно, в принципе, не особо пока интересно. Потом, когда у меня, да, будут какие-то интересные вещи, которые жалко будет выкинуть, то я буду их вешать на манекена. Так, ну, и с пентаграммой душ. Мы уже работали. Сейчас я могу снять зачарование только вот с капюшона и с этого жерелья, которое я как раз украл. Но пока что не хочу. Все-таки 12% на полторы тысячи довольно много вышло. А ты случаем охоты и не увлекаешься? Увлекаюсь, да. Давайте посмотрим теперь. Мебель. Витрины, витрины, стул, односпальная кровать. Гвозди, кожаные полоски нужны. Давайте мы, может быть, кровать поставим Фэндалу. Может, Фэндал будет спать здесь? Это что он как-то? Да, как-то... Как не свой. Так, кожаные полоски. Я не знаю, ну, не этого хватит. Остальное повыкидываем. А-а-а! Пропустите меня, пожалуйста. Так, сейчас мы дойдем до Тудова. Давайте мы для начала поставим еще сразу себе алхимическую лабораторию. Нужны гвозди. Хорошо. No problem. Сейчас мы сделаем себе гвозди. Поставим алхимическую лабораторию, да. И у нас практически... Не практически, а все нужные нам станки уже тут есть. Есть кузница, плавильня, есть алхимическая лаборатория, есть пентаграмма душ. И мы уже дома можем заниматься всеми профессиями. Так, а, не сюда. Вот сюда. Так, строительные материалы, гвозди. Давайте сделаем сразу пару пачек. И, по-моему, нам нужны были для чего-то, не помню для чего, железная фурнитура. Замок. Ну, замок пока не буду делать. Мне кажется, пока что он мне не нужен. Так, и давайте я сейчас еще уровень подниму, да. Куда-нибудь мы закинем. Увеличить магию. Да, увеличить магию. Так, колдовство. О, ну, пока смысла нету туда идти. Тут тоже пока смысла нет. Восстановление. Интересные изменения тоже, кстати, вот тут вот интересно. Зачарование. Что у нас огненные чары на оружие и броню. Огненные зачарования. Ну, как-то, я даже не знаю. Кузнечное дело. А, еще у меня не вкачанное совершенно, да. Ладно, я хотел, я уже говорил в прошлой серии, закинуть, да, в... Не в скрытность, а в карманные кражи. Ага. Я уже два очка сюда закинул. И мне нужно еще немножечко покачать, да. На три карманные кражи увеличить. Так. На три, да. Хмммм. Давайте мы тогда... Ключник неинтересно. Экипированное оружие. Фокусник. Экипированные предметы. Так. Вот даже не знаю, стоит ли или не стоит пока что щипача качать. Ладно, давайте тогда мы подождем. Поднимем навык воровства на три единички и норм. Все будет. Так. Тем временем бежим, бежим. Алхимическую лабораторию поставить надо, да. Так, разная алхимическая лаборатория. Па-бам! Отлично. Так. Что у нас дальше? Полки, полочки, мебель. Умывальник на подставке. Бочки, бочки, буфет. Тумбочки. Тумбочки. Ничего интересного. Так. Хорошо. Сейчас посмотрим. Может мы тут можем какую-то поставить. Стол. Обеденный стол. Умывальник. Витрина, витрина. Ничего интересного. Ну, значит кровати у меня только здесь, как я понимаю. Ну, вообще, Ривервуд, даже ничего. Для нобельки, конечно. Раз кровать и два кровать. Двуспальную кровать будем ставить? С кем мы будем спать там? Хотя я и сам на двуспальной вполне отлично бы спал. Так. Высокий книжный стеллаж. Стеллаж, стеллаж. Полки, полки. Ммм. Голова волка. Ммм. Прикольно. Прикольно. Шкура волка. Две штуки. Пойдет. И куда? Куда она? Ага. Прекраснее здесь. Во всем Скайриме не найти. Точно тебе говорю. Не, ну что, нормально. Вот и Фэндл сейчас спать ляжет. Нет? Фэндл, ложись. Или это для детей кровать? Я фиг знает. Сейчас будем разбираться дальше. Что у нас еще по комнатам есть? Оу. Это я в... Пошел в... Оруж... Как оно? Оружейное, да, по-моему, называлось? Или... Или что там? Сейчас посмотрим. Эм. Эм. Многозначительно. Ладно. Значит, нам вниз пока что. Внизу. Сейчас мы поставим... Ага. Вот здесь вот стоит, да? О. Тут еще комнатка есть. Хорошо. Так. Что у нас есть здесь? Буфет, комоды, круглый стол. Неинтересно. Стойки для оружия. Кстати, вот. Да. Манекены. Много манекенов. Относительно много, да? То есть... Там можно будет комнату трофейную поставить. Там, наверное, будет еще больше. Но здесь целых, смотрите, целых пять еще можно манекенов, да, поставить. По-моему, очень хорошо. Так. Мишени. Скамья. Квадратный стол. Дубильный станок. Скамья. Умывальник. Ммм. О. Верстак бронника. Так. Дубильный станок. Точильный камень. Светильники. Но, как я понимаю, все вот это можно поставить... Ну, вот верстаки и все это самое можно поставить внизу. А здесь, наверное, я поставлю только лишь... Манекены. Ага. Бревен не хватает. Ну, это такое дело. Давайте и стойку для оружия повесим. Посмотрим, как все это дело выглядит. Вот. А, манекены даже, они сверху стоят. И можно в буфет сюда, в тумбочку, в эту маленькую положить что-то. Ага. А здесь... Стойка для щитов. Правый держатель для оружия, левый держатель для оружия. Интересно. Надо будет попробовать посмотреть что-нибудь повесить. Когда у нас, конечно же, что-то будет. Пока что у нас все равно ничего нет. Давайте посмотрим, что у нас тут еще мы можем. Бочки, шкаф. Не знаю, давайте шкафчик зафигачим. А, еще один манекен сюда можно поставить. Голова козла. Давайте повесим голову козла. Так, и манекен распиленный бревен. Давайте мы закажем еще бревен немного. Да, вот Фендл теперь спит на кровати. Ну, вообще, Ривервуд даже ничего для ног. Конечно. Что тебе нужно? Мне ничего не нужно. Приятно, когда в доме звучит музыка. Нет, не узнаю, где можно нанять плач. Нет, не узнаю, где можно нанять плач. Аааа, блин. Полторы тысячи в никуда. Ладно. Не беда. Буду надеяться, что хоть девочка придет, а не пацан какой-то. А может, его уволить можно будет. Сейчас посмотрим. Так, строительные материалы я хотел. Чего у нас сейчас не хватает? Леса не хватает. Тебе еще что-нибудь нужно? Денег нету. Денег больше нету. Так, Барт. Где будет Барт у нас? Я даже не знаю. Так, давайте здесь поставим что-то. Квадратный стол, обеденный стол, стул, умывальник, стойки для оружия, манекен. Окей. Еще одна алхимическая лаборатория. Ааа, смотрите, да, как? О, камин. Давайте поставим камин. Камин это хорошо. Стеллаж. Навесные полки. Еще четыре штуки. Угловые полки, да? Давайте посмотрим. На алхимическую лабораторию. А, и пентаграмму душ здесь тоже можно было поставить. Ха. Хитро. Прямо... Прямо вот так вот, да? Не знал. О, смотрите, чеснок. Еще какая-то штука полезная, наверное. Так, котелок. Что у нас в мешках? Мука. Капуста. Нет, это все неинтересно. Что тут в мешке? Яблоки. Это все не круто, конечно. Не, ну смотрится в принципе нормально, хотя мешки на полках как-то не сильно. Ух ты. А это что? Что оно там делает? Ягоды возьму. Кто? Кто? Кто поставил туда? Интересно. Ага. Вот получается... Манекен немного глючный какой-то, видимо, да? Я понял. Что-то... Что-то он где-то стоит, не там, где должен стоять. Хм. Так. Где антики? Сейв пустой. О, сейв это хорошо. Сейв это... Да. Пойдет. Так. Ну, в принципе. В принципе. В принципе и все. Давайте, может быть, тут полок каких-нибудь. Давайте еще одну голову волка поставим. Полки. Еще полки. Все. И, наверное, у меня уже дерево закончилось. А, это камин, да? Угу. Наверное. Не, ну, в принципе. В принципе. Взять пчелиный мед. Хм. Так. Так. Все. Пчелиный... Пчелиный мед. Ага. Понятно. Его можно только сажать. Ну, ладно. Съедим. Вот. Полочки здесь тоже стоят. Еще один сейв, который закрыт мисками. Я до него добраться даже не могу. Ну, вот так вот. Вот так вот, да. Улучшается наше потихонечку жилище. Ну, да. Раз у нас есть возможность поставить и алхимическую лабораторию, и пентаграмму душ в как бы основном зале, то смысла в этих отдельных комнатах как бы нет никакого. Увы. Прощай. Пока. Ну, какой фэндал попрощался даже с нами. Хорошо. Все. В принципе, мы потратили, да, 18 минут на обустройство дома. Но я показал зато и сам посмотрел, как все это дело работает. У нас есть еще два дома, которые мы можем купить и которые мы можем обустроить по-другому. А, кстати, давайте мы посмотрим на наших коров. А, кстати, яйцо. Слышу какие-то звуки странные. Лидия, ты ничего не слышишь? Ну, вроде ничего нет. Ладно. Сейчас мы отправляемся, как я говорил, в прошлой серии вот в рощу Кин, да, искать место погребения дракона. Ну, и для этого надо нам будет отправиться в Винхельм. Поехали. Ну, куда едем? А, оу, в рощу Кин. Смотрите, тут у нас извозчик вообще прям такой. Ничего себе. Да он просто вообще... Я не против. Тогда мы сразу отправляемся в рощу Кин. Залезай в повозку и отчаливаем. Хитро. Так, не так надо было злазить в повозку. Ну, пошла! Поехали. Прикольно. То есть мы, извозчика, можем этим добраться не только в центральные города, а и в абсолютно любую точку открытую. Даже не открытую, а просто в абсолютно любую точку. Что-то не так. Все видят дракона. А. Привет. Идра. Нет, не ходи туда! Дракон! Он нападает! Дракон напал на рощу Кин? Ну, не знаю, пока нет. Он улетел за город и сел на старый драконий курган. Не знаю, что там происходит и выяснять не собираюсь. Окей. Так, дельфина. Привет. Мы должны узнать, что тут происходит. Что? Не знаешь, что на нас напал дракон? Быстрей. Может быть слишком поздно. Так, сохранимся и побежали за дельфиной. Кстати, да, меня... Мне в прошлых сериях... Где-то там серии 5 назад. Мы должны узнать, что тут происходит. Ребята в комментах написали все-таки, как пользоваться криками. Так, шахта это... Понятно. И я выучил 2 крика новых, которые у меня были. Давайте покажу сразу. Я, честно, даже не знал, что вот здесь, когда мы поглощаем душу драконов, здесь вот снизу, да, вот есть индикатор душ драконов. И вот эти вот 2 крика я выучил. Но тут даже не знаю. Пока что ничего такого сверхъестественного, интересного, очень я не нашел. Регнись! Посмотрим, что он натворит. Так, сохранимся. Еще разок. Ммм. Можно у нее что-то украсть. Давайте посмотрим, что у нее есть. Ух ты, и сколько у нее всего интересного. Так. 90% украсть. 90% украсть. Так, охотничий... Орочий лук не охотничий, а орочий. Ммм, это интересно. 52% украсть. Ну вот. Ну вот, дельфина. Как ты могла. Так. Допустим. Так сделаем. Теперь. Береги! Тихо. Дельфина. О, есть. Карманные кражи на единичку мы повысили. Сохраняемся. Еще на единичку повысили. Так. Теперь. Зелье лечения 3. Возьмем. Тревога! Тревога! Пойдет. Сохраняемся. Быстрого лечения. О, есть. Так. Все. Теперь от тебя мне уже ничего не нужно. Давайте мы теперь из карманных краж возьмем вот этот вот замечательный, замечательный навык, который увеличит нам грузоподъемность на 100. Вот. Это уже интересно. Это уже интересно. Так. Теперь можем продолжать. А, еще и скрытность тут можно, да, было повысить. Оказывается прикольно. Я не знаю, что происходит. Я спокойно докуда. Это хуже, чем я думаю. Я не знаю, что происходит. 0 до вдох и он тоже на меня смотрит гордый имя дома сонок у них критар йори так понятно стоп я почему вот теперь могу норм так ему зарядили сразу все мама закончилась так хорошо теперь поехали смотреть что у нас увеличение запаса маны так это все не интересно сейчас мы быстренько пройдемся здесь восстановление маны хорошо восстановим ману полностью нам она сейчас пригодится дальше что у нас увеличение запаса маны чисто просто увеличивает больше негативных эффектов нет никаких увеличение увеличения а и все бабам все остальное я куда-то дел вот давайте еще увеличение здоровья выпьем взлом восстановление манта кузнеца скрытности навык торговли корышка все это не особо интересно фантом лечения понятность все мама закончилась так вот так быстрее да вроде писали ребята что так быстрее восстанавливается мана добил последний удар был моя ждал специально что-то происходит великие боги почему-то он сгорел как-то раньше вроде такого эффекта не было у клепаная броня настоящего дэвакина навык ношения легкой брони увеличивается на 17 интересно но это мы все забираем хорошо да я правда вот мы поглотили душу дракона получается теперь он здесь у нас появилась одна душа дракона и когда появится новый крик как то который мы где-нибудь найдем то просто клацаем клавишей r и он изучается принципе довольно все просто оказалось это верно да ты и вправду давать им а то я обещала тебе все рассказать верно говори отвечу на все вопросы ничего не утаю хорошо так кто ты чё ты хочешь от меня я одна из последних клинков давным-давно клинки были дракона борцами мы служили дракона рожденным величайшим дракона борцам более 200 лет с момента гибели последнего дракона рожденного императора клинки искали в чем же теперь наша цель теперь драконы возвращаются и наша цель опять ясна мы должны их остановить что ты знаешь возвращение драконов ничего я как и ты была поражена когда увидела этого огромного черного дракона я не первый раз вижу этого дракона то что улетел того что улетел где это он напал на хелген когда ульфрик сбежал от имперцев интересно тот же дракон проклятье мы бродим в потьмах нужно выяснить кто за этим стоит клинки что это такое именно никто сейчас даже не помнит нашего имени раньше весь темриэль знал что мы защитники императоров династии септимов но эти времена давно миновали последние 200 лет мы искали следующего дракона рожденного чтобы направлять и защищать его как велит нам клятва но никого не нашли до сегодня каков наш следующий шаг сначала нам нужно выяснить кто стоит за драконами талмар наш главный подозреваемый если это и не их рук дело они знают чьих напомни мне пожалуйста что такое талмар фракция которая правит альдмирским доминионом они чуть ли не уничтожили империю великой войне 30 лет назад нет худшего врага для людей тамриэля империя еле пережила последнюю войну и талмар не собирается проигрывать следующую почему ты думаешь что талмар замешан возвращение драконов доказательств нет пока но я нутром чую что это их рук дело имперцы захватили ульфрика война почти закончилась а потом появился дракон ульфрик сбежал и война снова идет а а теперь драконы нападают на всех без разбору скайрим ослаблен империя ослаблена кому это на руку кроме талмара почему талмар преследует тебя перед великой войной клинки помогали империи бороться с талмаром наш гранд мастер считал его величайшей угрозой для тамриэля в то время это было верно возможно верно и теперь и мы боролись с ним в тени по всему тамриэлю мы думали что эта задача нам по плечу мы ошиблись и так нам нужно выяснить что талмар знает о драконах с чего начать если бы мы могли пробраться в талмарское посольство это их штаб-квартира в скайриме проблема в том что посольство охраняют лучше чем скряга свой сундук они еще большие параноики чем я так как мы попадем в талмарское посольство пока не знаю точно у меня есть несколько идей но нужно время чтобы все продумать и подготовить встретимся в ривервуде если я не успею туда к твоему приходу дождись меня и посматривай на небо поверь мне дальше будет хуже окей ключ от тайной двери дельфина добавлено начата дипломатическая неприкосновенность так хорошо хорошо давайте посмотрим что у нас тут дверюка а тут у нас просто просто дыра и возле этой дыры какой-то такой стрёмный звук да понятно так хорошо давайте немножечко осмотримся вот я шахту вижу давайте может заглянем в шахту почему бы не заглянуть в шахту правильно может накопаем руды себе немного может каких-нибудь бандитов выселим оттуда так зайчик там бегает зайчик это интересно шахта там видимо кем-то занят ух промазал я опять промазал даже такое все убежал так тут только шахта еще и получается какие-то то ли руины то ли я даже не знаю что ну давайте заглянем посмотрим что у нас тут по сюжетному квесту я наверно пока что идти не буду много подожду так и как нам туда забраться как-то наверно вот так вот ход еще дракон хорошо кстати там там кто-то кого-то выжигает клык саблезуба шкура саблезуба берем давайте мы сохранимся и посмотрим что там происходит опять какие-то некроманты по-любому и пещера здесь рядом и шахта там еще более откос какой-то там так камень душ возьмем увеличение маны восстановление маны книга астрология понятно ничего интересного так куда куда он убежал дружище почти почти все именно так и будет давайте посмотрим что колдун новичок ничего не интересного нету я я даже как-то начал надеяться на то что что-то будет веселенькое так ну хорошо давайте зайдем тогда вот в эту пещерку чувствую тут что-то будет интересное откос какой-то хотел я зайти в шахту покопать немного но зайдем в пещеру это может быть будет веселее хотел тоже вопрос спорный потому что пещере может быть что-то квестовая да и может быть сюда был бы смысл приходите когда я получу какой-либо квест это возможно а возможно нет так давайте вызовем так подружечку нашу щит повесим на себя и полечусь я быстренько все молнии в руки и пошли дальше рассматривать клешня грязи краба черное одеяние мага камень душ еще один плехан так скамеечка а может быть и нет может быть в этой пещере ничего не будет кроме пачки некромантов кто его знает смотрим мана закончилась так красный горноцвет черное одеяние мага еще одно промазал у там сколько смотрите это много врагов так лидия 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 подожди ай-яй-яй лидия лидия вернись и я вернись огненная соль так сохранимся она там уже рубит всех может там крысы какие-то они а блин я забыл заклинание поменять без маны конечно лидия живи чтобы это заклинание то лечение которое я хотел получить давай 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 ты что такое Так, меня немножечко отвлекли Звонят мне, как всегда В самый подходящий момент Так Ууу, огненный Блин, смотрите, я тут Весьма в опасном месте Так, давайте сейчас мы тогда Быстренько зелье лечения сюда Себе на быстрые клавиши вытянем Ну, давайте Придется и маной пожертвовать, как-никак Так, увеличение запаса маны Хорошо Зелье фантома Как-то не особо Так, теперь Давайте полечимся быстренько Восстановление маны Это было какое-то не очень хорошее, по-моему, восстановление маны По-моему, да И сжигает теперь ману Сейчас будет смешно, если Лидия там умерла Так, стоп-стоп-стоп Ну, где-откуда, уходим-уходим-уходим пускаем вперед своего отронаха 1 первым делом на там каждый вызывает блин тут конечно жестко мне бы двоих научиться вызывать но для этого надо качать навык вызова и у меня скорей вперед 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 я гореть не собираюсь лидию там по он до сих пор мучает главное чтобы этом ухты елки-палки смотрите еще творят за клавиша поехал колдун колдун это восстановление маны восстановление маны вот тронаха люди еще живая хорошо и у меня вот это он толстый а он еще и лечится он лечится вот почему он никак не умрет то хорошо колдовского повысили немного всегда хорошо так с одной руки его долбить ну наконец-то добили этого чудовища фух две мирский кинжальчик возьму большие врага черное одеяние много порожняковая я надеялся что у него будет что-то посерьезней но зато у нас здесь много трупов вот этих огненных травнахов осталось да и много 2 точно есть так колдун новичок что у нас тут свиток кота вася рыбка прикольно еще одеяние мага колдун адепт так корень нир на понятно ничего пока интересного нету у этих колдунов а ну по идее по идее больше тут уже никого и не будет но хотя поставил с уходить уже вовсе не обязательно то камень душ троечка испорченные книги здесь капкан тоже был где-то до кого-то там сзади пахнуло так ничего интересного с этой стороны нет давайте пойдем посмотрим еще дальше ну блин мана конечно заканчивается очень быстро нужно позаботиться себе как-то о быстром восстановлении маны так доклад органианский ну почитаем потом выкинем или продадим железный меч пила светлячки хорошо мясо мясо нам не интересно а можно еще дальше пройти вот сюда давайте посмотрим что нас тут может ждать это интересно но как я понимаю всех мы уже поубивали да все прибежали на шум битвы так стрелы забираем длинный лук неинтересно похлебка похлебку тоже можно было выкинуть мне кажется не брать даже так сумка аптекаря хорошо зелье зелье так ничего интересного кролики мяско 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 стрелы разные книжки полезные не очень так вроде больше ничего нету да и тут мы никуда больше пройти не можем давайте зайдем теперь вот здесь сундук был да золотишко хорошо ожерелье настоящего взломщика взлом облегчается на 25 процентов пойдет путеводная звезда меридии вот это наверное какой-то квестовый такие предмет новая рука коснулась знака слушай слушай меня и повинуйся нечистая тень проникла в мой храм тьма которую ты уничтожишь возврати мою путеводную звезду на гору килквит и я сделаю тебя чашей несущей мой очищающий свет очищающий свет это хорошо я вызову что мне стало немного страшно вызову себе на всякий случай атронаха чтобы он если что первым пошел в битву чтобы не тратить потом ману манова становится пока если вдруг что случится так надеюсь ничего не случится вот интересненько ну ка ну ка камень душ первый слабенько так ну как я как я и думал что что-то квестовая нас тут ждет так лунный лар лархан лархан я не знаю это кстати давайте заберем продадим и лава лапчик да сейчас посмотрим куда мы лава лапчик этот закинем принц нищих так интересно интересно так 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 правильно лава лапчик давайте посмотрим естественно в магию в магию в магию в магию в магию и карманные кражи не впечатляет взлом скрытность по броне так тоже не особо интересно давайте мы вернемся к вот допустим к алхимии нет иллюзия давайте по колдовству пойдем можно я думаю сюда так призвано оружие но оружием я особо не пользуюсь давайте вот призыватель возьмем все равно нам придется вот сюда идти и вот сюда а потом вот сюда вот это вот очень очень круто а так все равно придется нам тогда а нет все нормально можно этот навык не брать хорошо хорошо теперь по моему там еще что-то было с другой стороны да давайте мы прежде чем идти вот туда дальше вот сюда заглянем тут по моему тоже что-то было интересно как минимум грибочки грибочки а еще и корундовая руда одна жилка ну в принципе что я хотел в шахту да пойти руду покопать вот она руда так все и давайте теперь наверх заберемся посмотрим не пройти не проехать посмотрим что у нас тут сверху кровати кровати я хотел украсть ха странно 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 что украсть а не просто забрать так малый лабиринт танец в огне волчицу мы уже читали не один раз так астрология кошки скайрима безумцы так все вроде бы больше ничего нету да на шкафу тоже вроде бы ничего нет и тут пусто ну хорошо хорошо давайте пройдем дальше посмотрим что там но я думаю если у нас да значок перехода то скорее всего там будет выход так лидия что-то у них это было не лидия ничего все хорошо на тебя я думал я всех уже поубивал так хорошо хорошо что не всех костная мука черное одеяние еще один сундук заперты заперты хорошо сейчас у меня кстати амулет взломщика да по моему есть на 25 процентов облегчающий взлом ну блин почти почти все пойдет так одеяние настоящего восстановления и магия восстановляется на 50 процентов быстрее и заклинание восстановления на 17 процентов меньше маны расходуют прикольно на самом деле так железный кинжал купшинчик ничего интересного нет так хорошо идем тогда дальше сохранимся на всякий случай в принципе тут все довольно так удачно идет пока что а что вот он выход откуда мы пришли как раз да да нас по кругу провели давайте сейчас я по моему что-то мне так кажется может я ошибаюсь конечно что здесь еще куда-то можно было пройти нет давайте сейчас посмотрим нет все ну хорошо мы исследовали эту пещерку еще вот я за грибами сюда точно точно или или таки нет ничего нет просто все можем выходить по себе спокойно уже скайрим хорошо вот мы получили еще одно задание наверное какое-то интересное будет мы обязательно туда сходим не скажу что в следующей серии но в какой-нибудь в одной из следующих серий и в одной из следующих 200 300 серий мы обязательно сходим так хорошо ребят на этом пока что я серию заканчиваю в принципе а мы так хорошенечко да и по сюжету прошлись и в новый квестик взяли пещерку очистили понаходили кучу разного хлама на самом деле ничего полезного вроде бы не нашли но немножко деньжат подзаработали а то я так потратил все свои деньги на бардов каких-то непонятных себе домой непонятно зачем вот ну хорошо всем спасибо за просмотр всем пока и увидимся в следующей серии в следующей серии в следующей серии